добрый день вы смотрите специальный выпуск программы в тренде но сегодня мы находимся не в студии от индекс она большой отраслевой конференции digital бренды где главные игроки индустрии обсуждают темы которые сегодня действительно волнуют рынок а также дают рекомендации которые помогут компаниям рекламодателям составить свою стратегию на 2023 год а у нас гостях спикер секции эффективный перформанс в рунете александр климаков руководитель группы мобильной рекламы тиньков александр здравствуйте привет александр ну традиционно я начинаю вопрос с тех проблем с которыми столкнулся рынок сегодня вообще российский рекламодатель вынужден решать очень много вопросов это и отсутствие привычных платформ и до сих пор российскими платформами мы не импортозаместились это и дефицит инструментов аналитики и многое другое лично вы ваша команда с какими проблемами сложностями вызовами столкнулись за последний год ну об этом как раз и будет сегодня мое выступление вот мы столкнулись вот с тем что ты пересислила действительно уход многих источников трафика из россии да мы вынуждены были на ходу перестраивать наши привлечения потому что мы во многом были зависимы от этих площадок в принципе довольно быстро получилось переключиться на альтернативные источники трафика а также масштабировать те площадки которые остались я говорю про vk прежде всего также мы изменили коммуникацию с клиентами поскольку менялась обстановка в мире менялись утп и мы меняли свою свою коммуникацию с клиентами в том числе у нас даже изменились гайды вот однако на первом этапе когда все началось для нас было под спорим то что санкции нас не затронули и многие клиенты переходили к нам нативно спасаясь от последствий санкций но так давно нас догнали все таки санкции вы нас выключили из app store telegram отказались размещать рекламные материалы у нас на площадке вот но поскольку мы были уже не первооткрывателями было много кейсов от коллег на рынке мы все это использовали для того чтобы подстроиться под заменившуюся ситуацию и одна из тех вещей которые буду говорить сегодня на выступлении это та экосистемность которую мы для себя заметили я имею ввиду вк реклама плюс my tracker плюс рустор и мы заметили некий эффект к системности который дает нам повод подозревать что возможно у нас ну появляется какой-то аналог фейсбука который то есть есть надежда да 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 то есть это очень эффективная связка получается я расскажу в кейсах сегодня на своем выступлении александр расскажите как рынок сегодня адаптируется к тому что привычные магазины мобильных приложений приняли ряд мер усложняющих сегодня жизнь особенно это касается игроков из банковской финтех секторов на нас это очень сильно за аффектила есть несколько разных решений для ios и для android и одно универсальное для всех это веб меньше всего инструментов на данный момент есть на айосе здесь мы ограничены только необходимостью перезаливать обезличенные приложения в store каждый раз заливая их на новый аккаунт разработчика также мы развиваем веб-версию нашего наших сервисов у нас есть возможность коммуницировать аудитории посредством ремаркетинга и это установки через представителей то есть наш нативный флоу анбординга нового пользователя очень классно вливается установка через представителя когда пользователь заказывает карточку представитель привозит вручает и тоже через терминал может установить ее если говорить про android там возможности сильно больше но в целом они как бы все об одном и том же единственное добавляется альтернативные story и а пока то есть возможность загрузить что научный файл приложения прямо с сайта или сервера то есть я правильно понимаю что у российского рынка скажем так позитивные перспективы развития собственных отечественных магазинов приложений да именно об этом и будет сегодня моё выступление мы нашли классную связку именно с продуктами века плюс роста и роста очень классно развивается особенно учитывая тот факт что с января этого года rustor в реестре обязательных для предустановки на устройство android в россии у нас большие ожидания от этого store вот на рынок выходит новое мобильное приложение как сделать его популярным с чего компаниям нужно начать с чем с какими проблемами компании могут столкнуться ну во первых нужно убедиться в том что ваше приложение решает ту боль клиента лучше чем известные ему альтернативы то есть это утп второе нужно развивать знания людей о вашем продукте то есть вкладываться в медийное размещение performance сколько сегодня стоит запуск мобильного приложения есть конструкторы мобильных приложений которые позволяют там запустить прилку в рамках агентской комиссии там за пару тысяч рублей в месяц а не агентской комиссии прошу прощения это месячные подписки а есть это на серьезные игры которые там начинаются от 100 тысяч долларов и выше все зависит от вашей вертикали от ваших целей как вообще вы оцениваете рынок мобильных приложений сегодня в россии на каком он уровне например относительно глобального ну к сожалению нужно констатировать что рынок мобильных приложений в россии становится локальным и у нас наблюдается тенденция с как бы стирание границы между вебом и апом вот из-за того что у нас нет возможности устанавливать айос через store мы будем вынуждены прибегать к веб историям с андроидом вероятно тоже будут какие-то веб истории подключаться поэтому если отвечать на ваш вопрос формально да то это локализация рынка россии и конвергенция а по и веб а александр какую роль сегодня играют искусственный интеллект и мл в таргетированной рекламе в россии если говорить про российский рынок то у нас искусственный интеллект в зачаточном состоянии на начальной стадии развития скажем так потому что конечно есть хорошие образцы на рынке и в частности у вк есть там претективные модели искусственный интеллект и машин лернинг они используют для оптимизации рекламных кампаний а также для поиска целевой аудитории вот например тоже кейс которым буду рассказывать сегодня это связка века рекламы плюс на трекер плюс ru store такая замкнутая экосистема которая обладает максимальной было тут полнотой знания о клиенте пользователя и за счет этого может там максимально релевантно поставлять ему коммуникацию рекламы каком каких направлениях будет развиваться участие искусственного интеллекта в таргетированной рекламе ждать это оптимизация рекламных кампаний конечно же то есть крупные компании в том числе и яндекс они будут внедрять элементы оптимизации за счет искусственного интеллекта свои рекламные крутилки александр на ваш взгляд в чем сегодня основные сложности основные барьеры продвижения любого продукта на рынке ну на сегодняшней реалии как ни странно это команда да потому что очень сложно собрать и удержать действительно классных специалистов в команде и задрайвить их работы вы имеете ввиду что сейчас проблема с кадрами есть на рынке да мы регулярно сталкиваемся с тем что мы не можем закрыть вакансии даже в течение месяца или полутора то есть это такой сложный долгий процесс перебора особенно не хватает спецов в таргетированной рекламе мобильных приложений какими проблемами вы сталкивались при продвижении мобильных приложений тиньков ну прежде всего это инфраструктурные проблемы о которых мы сегодня так много говорили это уход источников трафика это ограничение сторов сейчас у нас еще появляется там новая инициатива законодателей про прометки рекламных материалов то есть такое ощущение что каждый месяц появляется что-то новое 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 недавно мы сталкивались с какими-то капитальными проблемами в аукционе на вк рекламе из-за того что теряется граница между вебом и апом это определенный вызов и для аналитиков тоже потому что нам теперь необходимо смотреть всю воронку пробрасывать события из веба в ап и тянуть их там начиная от показа заканчивая глубокой конверсией мобильным приложениями проблемы с инструментами аналитики возникли на фоне прошлых прошло бы них событий правильно да и у нас игроков да совершенно верно и у нас есть яркий пример от банков коллег по опасному бизнесу что там очень короткие сроки трекер может покинуть вот поэтому мы решили переключиться на другое то есть искали альтернативные решения выбирали между от метрикой и май трекером на самом деле еще у нас был не джаст конечно но в конечном счете мы выбрали май трекер силу разных причин основное это возможность трекать пост view для нас это стало критичным наличие антифрод решений ну это пресловутая экосистемность поскольку значительная доля трафика у нас приходится на продукты века и трекер века очень кстати здесь приходится александр спасибо вам большое спасибо вам александр климаков руководитель группы мобильной рекламы тиньков был у нас в студии